Продолжаем выпуск новостей. И в продолжение темы. В Сирии, в провинции Хама от террористов освобожден город Аджан и его окрестности. Перейти в наступление армия смогла после того, как российские самолеты атаковали укрепленные позиции боевиков. Многие из них бежали с поля боя, оставшиеся взяты в плен или уничтожены в ходе перестрелок. Правительственные войска приблизились к границам провинции Идлиб, которая практически полностью контролируется террористами. Наша авиация уничтожает объекты экстремистов на этой территории. За последние сутки истребители и бомбардировщики уничтожили около полусотни целей. Вообще же, обстановка в Сирии, да и в целом на Ближнем Востоке была одной из главных тем встречи президента с наследным принцем Эмирата Абудаби, Мохаммедом Аль-Нахаян. Специально он прилетел в Сочи. Кризис в Сирии обсуждался с учетом последних терактов в Турции. Еще одной темой переговоров Путина и Аль-Нахаяна стали двусторонние отношения. Ну а чуть позже Владимир Путин встретился с министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом Ибн Сальманом Аль-Саудом. В переговорах также участвовали глава Минобороны России Сергей Шойгу, Минпромторг Денис Мантруф и Минэнерго Александр Новых, а также глава Ингушетии Юнус Бек Юшкуров и министр иностранных дел Сергей Лавров. О чем удалось договориться Россия и Саудовская Аравия, уже рассказал Сергей Лавров. Договорились активно взаимодействовать по линии военных ведомств и спецслужб для борьбы с терроризмом. По его словам, по словам главы МИДа, стороны сошлись на том, что задача у них одна и та же. С нашей стороны была выражена готовность, которая нашла встречный отклик со стороны преемника наследного принца, готовность к тому, чтобы максимально тесно стали сотрудничать наши военные, представители специальных служб, чтобы не было никаких сомнений в том, что цели, по которым работает российская авиация, являются целями ИГИЛ, Джабхат Ан-Нусра и прочих террористических группировок. Что касается военных операций, проводимых Россией на территории Сирии, мы высказали свои некоторые опасения, что можно трактовать операции как союз между Ираном и Российской Федерацией. Но во время беседы наши российские друзья объяснили, что главная цель – это борьба с ИГИЛ и терроризмом. И мы намерены и дали продолжать с российскими друзьями работать вместе для того, чтобы сохранить единое сирийское государство, сохранить государственные структуры, в том числе и военную часть, для того, чтобы обеспечить будущее для этой страны.